За полчаса до полуночи крыльцо городской администрации напоминало вход в столичный мавзолей. Курганцы выстроились в огромную очередь. На регистрацию забега пришли целыми семьями. Компаниями друзей некоторые нарядились в карнавальные костюмы. Я хочу посоветовать всем бегать и вести здоровый образ жизни. Город не избалован такими мероприятиями, поэтому огромное желание поучаствовать. Хорошая погода. Я тоже побегу. Я за здоровый образ жизни, в принципе. Люблю на лыжах бегать, люблю прогулки по лесу, люблю природу, и поэтому решил взять и пробежать. Традицию Велеса встречать Новый год по-спортивному в 2014-м решил подхватить и Курган. Коллектив предприятия проводит подобные марафоны уже несколько лет подряд в Чистозерье. От горожан такого наплыва не ожидали. Организаторы планировали, что на старт выйдут около 200 человек. Но оказалось, что резать салат и смотреть телевизор хотят далеко не все. Подарочные комплекты спортивной формы разошлись буквально за первые 10 минут регистрации. Потом бегунам пришлось довольствоваться только футболками с символикой предприятия. В итоге их раздали свыше 500. Меня пригласила подруга. Мне 49, ей 48. Мы решили в этой славной традиции участвовать. Курган наш не пьяный город. Мы хотим, чтобы традиции вот эти и новые, свежие возрождались. Я пришла со всей семьей, с моими двумя братьями, с племянником, с племянницей, с папой, с мамой. Они тебя позвали. Кто услышал там про пробег? Услышал мой старший брат. И мы решили с семьей побегать. Я желаю в новом году счастья, здоровья и всего самого лучшего. В числе бегунов были и ветераны спорта, чемпионы и рекордсмены Курганной области прошлых лет. А один из Дедов Морозов даже оказался президентом Федерации лёгкой атлетики. 14-й год – это мой год, год лошади. Я к чему хочу сказать, что мне сам Бог велел в этом пробеге бежать. Услышали по радио, по телевизору, реклама была. Вот и всё. Пришли. Мы постоянно занимаемся. Вот друзья тут у нас. Я уже лично за 40 лет давно на лыжах бегаю. Дистанция составила 1 километр 700 метров. Старт от ёлки на площади вокруг городского сада по улицам Володарского, Карла Маркса и Ленина. Идея марафона в том, чтобы встретить Новый год на бегу. Но оказалось, что в Кургане живут настоящие спортсмены. Даже лёгкой трусцой бегуны финишировали раньше задуманного и вернулись на площадь как раз к бою курантов. Марафонцев ждали Дед Мороз со Снегурочкой. Все вместе хором отсчитали оставшиеся секунды и под всеобщее ликование встретили 2014 год. Как Новый год встретишь, так, как говорится, его весь и проведёшь. Так вот, дай бог, в добром здравии мы его встретили. И в добром здравии, с нацеленностью и намеренностями своими в будущее мы проведём этот год с более плодотворными результатами, нежели чем в прошлом году. С двумя дочерьми я пробежал. Супруга встречала нас на финише. Для меня это, наверное, самый необычный Новый год, который в своей жизни у меня наступил. Вы сами видите, какой позитив сейчас над площадью, с каким хорошим настроением прибежали все. Я думаю, что этот пробег будет у нас традиционным. Самому старшему бегуну, Петру Ивановичу Катеринко, 84 года. Возраст не мешает жителю Китова завоёвывать мировые награды. В 2013-м в Испании на двух дистанциях среди ветеранов наш земляк взял серебро и золото. Считает, что новогодний пробег – очень нужное мероприятие. Надо было раньше начинать. Смотрите, болельщиков-то сколько. А из них-то будут будущие мастера спорта, будущие чемпионы, будущие тренеры, будущие учителя. Это незаметно. Однако это достижение. Это же наше достижение. Россиян должно быть пополняться. После пробега всех ждал горячий чай, столы с угощением под открытым небом и праздничный салют. Вот такая массовость получилась. И самое, что интересно, люди-то не расходятся никуда. Они находятся сейчас здесь. Вот этот салют хороший, потом праздничная программа. Это необычная встреча Нового года. Она удалась, я считаю. За 7 дней мы организовали, всё получилось. Очевидно, что такая праздничная пропаганда здорового образа жизни пришлась по душе курганцам и гостям города. Поэтому не исключено, что вбежать в 2015-й год соберутся ещё больше легкоатлетов-любителей. Оксана Савакова, Александр Киселёв, Вячеслав Шевчук, информационное агентство «Курган.ру». Савакова, Александр Киселёв.